Друзья, всем привет! Сегодня у нас вот такая интересная посылочка из Китая. Сейчас мы откроем, посмотрим, что у нас. По названию видео вы уже поняли, что там будет зеркало заднего вида вместе с камерой. Сейчас мы вскроем, посмотрим. Вот такая вот у нас коробочка. Друзья, заказывал я зеркало и плюс отдельно камеру. Также можно было в наборе заказать, но я решил заказать отдельно. Продавец отвечает на все вопросы. Я спрашивал, как зеркало, то есть сказал, что все отлично. Будут какие-либо вопросы в дальнейшем, задавайте, отвечу. То есть, что нас встречает? Здесь у нас кабель, получается 6 метров, видеокабель, да, подключение к самой камере. К зеркалу. Также здесь у нас что-то такое? Это виды крепления зеркала. То есть, смотря у кого какое крепление к лобовому стеклу, да, очень круто. Там очень много различных видов крепления. То есть, вы по-любому найдете то, что вам нужно. Это, чтобы прятать провод. У нас еще один провод для подключения зеркала. Сейчас мы разберемся во всем. И камера. Вот эта вот камера, я ее отдельно заказывал. Она металлическая. То есть, я маленькую не заказывал, решил заказать вот такого плана. Посмотрим, как она себе покажет. Но я думал, хорошо. Здесь вот такой разъемчик. Давайте это все в сторону отложим. И вот оно из зеркала у нас. Так. Давайте сейчас еще. Тут у нас инструкция по установке. И вот. Можете видеть, сколько видов крепления. То есть, можете найти свое и сказать, какого у вас крепления. И продавец вам вышлет то, которое нужно. Здесь вот провода, как подключать, расписанное все. Так. Это мы все убираем сейчас. И вот наше само зеркало. Давайте посмотрим. Пакетик пустой. Вот. Такое вот темное. Темное. Здесь вот крепление будет стоять. Здесь, скорее всего, стоит датчик затемнения. И здесь, я так понимаю, будет датчик. Потому что зеркало с автозатемнением. То есть, когда будет свет слепить фар сзади, да, оно начнет затемняться. Здесь пленочка у нас. Все круто. Монитора какого-либо на экране я не вижу. Вообще, можете видеть. То есть, ничего пока нету. Сейчас данное зеркало возьмем. Подключим. Возьмем вот этот вот провод. Вот. Вот этот сам провод идет именно к зеркалу. Тут два провода. То есть, ничего сложного не будет. Тут плюс-минус. То есть, два провода. И это на видеокамеру. А этот мы подсоединяем к нашему зеркалу. Таким образом. Сейчас мы подключим. И посмотрим, как оно работает на зеркало. Так, ну что, друзья. Вот я включил. Загорелся зелененький индикатор. Давайте сейчас возьмем. Попробуем подключить нашу видеокамеру. Так. Я подключил камеру данную. Ничего сложного нету. Там буквально вставляем в видео штекер. И подсоединяем на 12 вольт. И все работает. Да. Смотрим. Обычное зеркало. Нажимаем. Включить. И можете видеть. У нас появилась камера. Все работает. То есть, вопросов нету. Если же, допустим, нам не нужна камера. Мы чик выключили. И все. Как она работает, вы подключите к задней передаче. К лампочке заднего хода. Чтобы при включении задней передачи у вас она включалась. Давайте проверим вот расстояние. Может, все везет. Притык. Качество, я вам скажу, хорошее. Вообще, камера отличная. Для улицы. Это вот в дневном помещении. Вот так это выглядит. А если на улице, будет вообще хорошо. Все отлично работает. Без каких-либо вопросов. Классно. Что хорошо, да. Что в этом зеркале вы можете отключить. Экрана нету, да. Плюс идет затемнение. Когда вас будет слепить машина. Просто она будет затемняться. Очень хорошо. Пластик. Хороший весь. Вот что еще нравится. То, что очень много видов крепления к данному зеркалу идет. Круто. Камера очень хорошая. Мне кажется, что сюда даже ничего не попадет. Можете посмотреть. Девятнадцатого года. Седьмой месяц. Вообще. Новая. Ссылочки обязательно на зеркало и на камеру. Я оставлю в описании. Все, друзья. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok